Здравствуйте! Вы смотрите проект «В гости». Сегодня с нами легендарные музыканты Сергей Летов и Олег Гаркуша. Здравствуйте с приездом! Добрый день! Здравствуйте! Олег Гаркуша. Участник культовой российской группы «Аукцион», писатель, поэт и актер кино. В группе «Аукцион» являлся не только шоуменом, но и автором текстов песен. Несколько лет назад Олег Гаркуша выступил инициатором создания в Петербурге арт-центра «Гаркундель». Эта творческая площадка объединяет молодых музыкантов и поэтов, работающих в самых разных жанрах. Сергей Летов. Российский музыкант, импровизатор, мультиинструменталист. Играет на саксофоне, флейтах, кларнете, а также инструментах собственного изобретения. Работал с легендарными группами и музыкантами, в числе которых «Гражданская оборона», «Центр», «Аквариум», Сергей Курехин и его проект «Подмеханика». Автор музыки к спектаклям театра на Таганке, МХАТа и других театров в России и за рубежом. Имя каждого из вас связано, ну, конечно, со знаковыми именами российской рок-музыки. Это и группа «Аукцион», и «Поп-механика», и «Гражданская оборона», и что, и группа ДДТ и так далее. А вот ваше человеческое музыкальное взаимодействие впервые, когда произошло? Имел место некоторое недоразумение. Германский продюсер обратился ко мне с письмом принять участие в творческом вечере Олега, посвященном выходу и презентации его книги. Но забыл Олегу об этом предупредить. Поинтересовались у него, недовольны, он сказал, «Дорогие друзья, я вам плачу деньги, ваше дело работать, а не придумывать что-то тут какие-то, что вы творческие люди. Я деньги плачу, а вы там играйте, читайте, в общем, делайте, что хотите. Условия материальные у вас удовлетворяют, вперед». И вот мы буквально восприняли это вперед, и вот с 2001 года мы выступаем. Ложатся краски до хвосты, а будет время, кто попало, возьмет рукой свои ключи и приоткроет то, что мало. А мне так хочется уплыть, на шкул не поднят белый парус, и все, что темное, замыть и не забыть, не что осталось. Звезда мерцает, как маяк, за мой голос песня льется, ему невидный звездный знак за мной, как тихий призрак уйется. А на невидимой картине идут незримые череды, несуществующие люди за той упавшей звездой. Ложатся краски на холосты, вот старость мне в глаза попала. И что-то странное, как сны, гнется в том, что красок мало. Субтитры создавал DimaTorzok Мы знакомы с начала 80-х годов, конечно, и участвовали вместе. Мы пытались сосчитать, время идет быстро. Вообще так вышло, что этот год 2021, он юбилейный, как для Олега вам уже исполнилась, не скажем, сколько лет, круглая дата. Вы как-то приурочиваете свое творчество вот к таким юбилейным датам, имеет ли это для вас какое-то значение? Ну, я с оказией только приурочил, потому что, как правило, предмет для того, чтобы сделать концерт, горкуш, это, допустим, 50, там, неважно сколько было, там, 55, 60, 65, 105, 108 и так далее, да. И, как правило, почему-то все время концерт происходит в Москве. Я нашему директору говорю, сделаю в Питере, может быть, в день рождения, я не отмечаю, но просто, чтобы побыть в родном, любимом городе. Так вот, и в этот раз у меня, значит, был помимо того, что концерт, значит, в Москве, еще Турческий вечер, в Рюмочной Юзино, там популярная, это в Москве такая история. Потом к Ване Ургунту я заскочил, потому что мне как раз 19, мне 23 февраля день рождения, 19 вышла книжка, еще и сингл Антона Макарова записал, и вот предыдущая его работа, это вот такая 23, он написал, ну, в общем, песни на мои стихи, а я спел. Вот, неожиданная история на шестом десертке, ну, неважно. Вот, и так все скомпилировал, что так и получилось. Вы оба проживаете достаточно уже долгую творческую жизнь, она очень разноплановая. Насколько изменился темп, в котором все это происходит? На сцену нужно всегда с удовольствием выходить, это первое. А насколько интенсивно? Ну, сейчас поменьше там концертов или каких-то мероприятий, ну, помимо этого, у меня есть артеновый горкунель в Питере, у меня есть этот огородно-садовнический момент, как бы, да, огородник, огородник, вот, ведение концертов, там, съемку к кино, там, ну, все хватает. Затронули арт-центр горкунель, конечно, хочу о нем спросить, существует он уже некоторое количество лет, объединяет вокруг себя не только музыкантов, но и, я так понимаю, театральную молодежь, каких-то литературных людей, да? Да, и кто занимается творчеством, художники, фотографы, не знаю, там, театралы, музыканты, это называется арт-центр горкунель, не клуб горкунель, а арт-центр горкунель, в котором у нас вот все эти ипостаси и находятся. И он работает, приходите, будем счастливы, пятница, суббота, воскресенье, я сижу на кассе, как правило, билеты продаю. И автографы, да, раздавите одновременно. Конечно, да, и на тех же билетах мы печатаем, вот, вступает группа, делается маленькая афишка, и так, иди, 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 так что у нас очень классно, здорово. У нас нет слова формат, играйте, что хотите, у нас и на гусликах играли, и на колесной лире, и на театр шаманского бубна, как они завыли, всем вечера, в начале первого еле успокоил, говорю, сваливается, давайте хватит, ну, вот так вот. А расскажите, из каких соображений вы его создали? Из таких соображений, что это была вообще, это давняя история, это моя мечта, 20 лет ей. Еще в 2000 году в кинотеатре «Спартак» был клуб, клуб «Горкунделя», где выступали молодые, молодые коллективы в то время. Ночные снайперы, Белиз Беннер, Эли Моджаса, Враги, ПТВП, которые сейчас, ну, как бы, достаточно известные ребята, да, играли с понедельника по воскресенье. Каждый день был народ. Интернета не было. А появился интернет, и все. Ну, неважно. И, значит, в 2001 году загрессировался фонд развития молодежи и культуры «Горкундель». В этом же году сгорел клуб «Спартак», она же «Кирха». Мы тусовались по городу, потом 7 лет писали письма чиновникам, вот, с подписями БГ, Шевчука и других замечательных людей. Потом нам предоставили помещение в 2013 году. Мы 5 лет делали ремонт, собирали деньги, наверное, сесть на это. Потому что, опять же, замечательных музыкантов, всех абсолютно медийных, кто не мог выступить, давали денежку. И в 2018 году открыли все. Сергей, я так понимаю, вы тоже так или иначе взаимодействуете с молодым поколением? Вы читаете им лекции, да? Вы преподаете? Ну, да. Я с 2004 года преподаю в Институте журналистики и литературного творчества. Читаю лекции о музыке, не только о современной, вообще о музыке, об акустике и об устройстве музыкальных инструментов. Но вот последний год из-за коронавируса это перевели из оффлайна в онлайн. А вообще, то, что делает молодое поколение российских, зарубежных музыкантов, вас это интересует или вы больше на своем творчестве, сосредоточены на своей жизни? Ну, я сделал арт-центр для того, чтобы молодые коллективы показывали свое творчество. Конечно, не скажу, что все идеально, все круто и так далее. Все хорошо играют, все хорошо поют. Но не интересно. Мало драйва, мало харизмы, мало подхода к выступлению, скажем, могут прийти за пять минут до начала. Я уже не говорю, что не подготавливается костюмированно. Нет, есть отдельный коллектив, конечно, все нормально. Но, как правило, некая Лена, скажем так. А вот некоторые ощущения вторичности музыкального материала не возникают? Конечно, конечно. Очень много вторичных. Сплин, кино, ВДТ, аквариум. Оксун даже есть, похоже, да. Ну, я вот не согласился здесь, потому что… Есть отдельный коллектив, их мало. Это не без исключения. Просто я жил в другом городе, все-таки Олег из Петербурга, я из Москвы. И немножко я меньше, менее в рокерской тусовке общаюсь. Ну, вот я замечаю, что я стараюсь, задрав штаны, бежать за комсомолом, да, как классик выразился. То есть я стараюсь играть с молодыми группами. Я сейчас вот выступаю с молодой исполнительницей на гуслях Ольгой Глазовой. Она из Псовской области играет на гуслях и поет на эльфийском вымышленном языке русские народные песни. Какие-то кельские. Надо ее в горкульдер свою срочно забирать. Да вот я уже Олега, мы пока летели на самолете, я уже просил. Да у нас кто? У нас появились еще молодые люди, которые играют импровизационную музыку. Возникло два клуба, в которых играют совсем молодые ребята. И для них, видимо, важно ощущать какую-то свою связь со старшим поколением. Поэтому вот они меня приглашают. Одна группа или группа движения – это музыканты, которые играют. Академическую музыку, классики. Они стараются привлекать меня или композитора Мартынова. Для того, чтобы мы импровизировали вместе с ними, почувствовать другое время, другое отношение. С другой стороны, я с рэперами записываюсь. С 25-17, например, уже неоднократно записывался с другими. Это взаимно обогащает. Но я думаю, что замыкаться в своих каких-то пристрастиях. Вот как было хорошо, когда мы были молодыми. Так уже никогда не будет. Но нужно постараться быть нужным и полезным молодежи и сейчас. Не заискивая перед ней, но в то же время найти свое место в современном мире. Сколько раз говорить, что я люблю. Сколько дат перебрать по календарю. Через сколько лет дать зарок, что меня здесь нет. А буду впрок. А зачем смеюсь? Скоро лето. Почему я злюсь? Нет ответа. Почему не пью, не хочу, не буду. Не курю-ка наплю, скоро всех забуду. Без причины тоски от себя убегаю. Только пахнут носки, и собаки не лают. Вот в годы расцвета русского рока, Сергей уже сказал, Москва-Питер, было некое противопоставление. Питерская московская сцена, она ощущалась изнутренней? Ощущалась в творчестве. В Питере может быть более анархисткой какой-то такой, разгуляй, малина. В Москве может быть более техничным, если не ошибаюсь, музыкально. Группа Николай Коперник, Центр. Отдельные исполнители типа Петра Николаевича Мамонова, Звуки мой, Гаррика. А другие были по технике. А у нас никто играть-то не умел в Питере, в принципе. Как Ляпин? В джунгли, может быть, Ляпин. И все. Ну, у нас барабанщика было 2-3 на рок-клуб и басиста. Мука Драшкин, там, Губермана и так далее. Немного было, вот, да. Но зато был драйв, кураж. Как правило, вот у музыкантов вашего поколения любовь к музыке начиналось с увлечения с западной музыкой. Кто-то слушал Битлз, кто-то Ладзеппелин. Это мы все слушали, все музыку мы переслушали. Да, а можете вспомнить, вот с чего началось у каждого из вас в мире? Ну, вы сейчас менять, знаете, какую я первую пластинку купил в магазине? Бабушка купила и приема контакта. И у меня наскоребовалось только 22 копейки. Никогда не угадайте. Речь Владимира Ильича Ленина. Только на нее хватило, да? 22 копейки. Вот первая пластинка, которую я приобрел. Ну, а потом, конечно, с рук там на костях купил за пятерочку. Потом Коле Васину подарил. Потом еще что-то. И потом потихоньку, потихоньку там. У нас же было как? Вот кто-то там, приятель, сосед там. У него и катушка, да, на катушке там дипапал. Берешь быстро эту катушку. В лучшем случае второй макетафон есть, переписал. Вот, а нужно было еще не только приятеля, а другой приятель живет в другом конце города. Берешь макетафону, едешь к этому приятелю. Это сейчас все просто. Кнопочку нажал, 10 миллионов альбомов скачал. А раньше было несколько по-другому. Зато видите, 10 миллионов альбомов, они расхолаживают творческую фантазию. Только их никто не слушает. Это 10 миллионов альбомов. Сергей, а у вас какое было первое увлечение или очарование какими-то музыкантами? Ну, во-первых, больше классикой, конечно. Я учился в детской музыкальной школе. Правда, учился я там, скажем, из-под палки. Родители заставляли на пианино играть. Но я это дело очень не любил. Даже там руку дверью прижимал, чтобы травмироваться и не идти на урок. А вообще классической музыкой, конечно, я слушал. Но потом уже в довольно-таки взрослом состоянии, будучи студентом, я стал слушать джаз по радио. И слушал я передачи Вилли Саканера «Голос Америки». И слушал передачи на BBC Алексея Леонидова. Для меня вот определенным окном были они. Но осознать роль импровизационной музыки джаза мне помог такой ленинградский музыкальный философ Ефим Семенович Барбан, который издавал сам издатский журнал «Квадрат» в советское время, в 80-х. И вот через это у меня больше какое-то самоуважение, что ли, уважение к профессии. Что это не просто какие-то лабухи или какую-то развлекательную музыку играют, конфетки, бараночки, ресторан. А это, в общем, музыка интеллектуальная настолько же насыщена, как, допустим, Достоевский, Кавка, Джойс или Пруст. Вот как бы благодаря Ефиму Семеновичу я почувствовал, что это что-то такое настоящее. У каждого из вас выражение себя, самовыражение происходит не только непосредственно в музыке. Или, скажем так, если это музыка, то не только музыка для сцены, но есть и кино в вашей жизни, есть театр. Насколько вам интересно соприкосновение с этим миром? Ну, моя история с кино началась достаточно спонтанно. Первый фильм «Взлобщик», в общем-то, я сам себя КБ его называю сейчас по-модному, сам себя играл. Следующий фильм «Рок Алексей Учителя», это вообще документальный фильм. У Германа, да? Это потом. А третий фильм был «Презумпция невиновности», тоже игровой фильм, там, конечно, эпизодическая роль. А потом у Германа, потом еще у кого-то, еще у кого-то, больше 30 фильмов на данный момент. Ну, конечно, самая значимая такая роль, это у Балабанова Алексея Альтебриновича, это фильм «Я тоже хочу». А так, в принципе, я и не актер, вот, и я и не музыкант, я и не поэт, я и не писатель, я и не актер цирка, не цирка, а все эти постаси были. Вот, и поэтому, ну, бывает интересно, в принципе. А вы, Сергей, насколько я знаю, даже с Юрием Петровичем Любимовым, да, работали в свое время в театре на Таганке? Конечно, если бы было, обстоятельства позволяли бы, то я бы занимался только экспериментальной, авангардной музыкой. Но так как аудитория для этого ограничивается, ну, одним там небольшим зайчиком, играть для 50 человек только, мне кажется, это как-то не совсем верно. Поэтому путь такой экстенсивный, широкий, то есть играть в театре, озвучивать немые фильмы. Примерно треть всех выступлений сейчас, это немое кино, где я выступаю таким современным тапером, но не на пианино, а на разных электроники, на духовых инструментах. Это импровизация происходит в момент показа? Частично. Частично импровизация, как и везде, все, что я делаю, частично импровизация, вернее, очень хорошо подготовленная импровизация. Иногда настолько подготовленная, что слушатель не может отличить импровизацию этой или нота в ноту исполнения. Вот. Но театром начал заниматься очень рано. В 80-х годах я сначала работал с Анатолием Васильевым в его школе драматического искусства. Потом поехал в Италию в Центре экспериментального театра в Риме. Я играл в международном коллективе разные пьесы в Италии. Потом во МХАТе имени Чехова делал музыку к спектаклю «Жульетта и ее Ромео». Потом, вот буквально познакомился с замечательным режиссером Валентином Рыжим, и мы стали в Театре на Таганке играть спектакль «Москва петушки» в буфете. Спектакль имел головокружительный успех. Играли по понедельникам в фойе театра без декораций. И декорации – это столы, стулья, которые в такой образ шалмана, такого русского. И Юрий Петрович Любимов увидел, что люди очень ходят. Ему хотелось возразить тот интерес к Таганке. И он из этих актеров, этого помощника-режиссера, вот этими средствами сделал спектакль «Марата Маркиз де Сад», который стал его самым успешным в жизни спектаклем. То есть я написал туда музыку, и мы были в Авеньоне, в Японии, в США, в Гонконге, в Южной Корее, почти во всех странах Европы. Ну это вот такой выстрел. 20 лет с лишней моей жизни стал, вот как бы, в общем, это не главное дело моей жизни, но получилось, что успех, оно принесло больше, чем любое другое мое начинание. Так бывает случайно. А сейчас я в театре Калягина играю. Этсетера. Этсетера, да. Там я автор музыки к спектаклю по басням. Там читают басни современные автора Влада Маленко. И вот к этим басням я играю на электронном духовом синтезаторе только весь спектакль. Мне интересует театр, потому что театр позволяет экспериментировать вот с музыкальными какими-то средствами. И в то же время у него есть инфраструктура. В театре, как вот Станиславский говорил, театр начинается с вешалки. Что это за вешалка? Это инфраструктура. У него есть билетер, у него есть костюмер, у него есть осветитель. А у музыканта, который занимается фриджазом, у него ничего нет вообще, кроме его инструмента. Поэтому хочется иногда прислониться к какой-то такой вот инфраструктуре серьезной, где все есть, где есть какие-то помощники, режиссеры, администраторы. В театре у Калягина есть даже бабульки, которые ничего больше не делают, кроме как заваривают чай или кофе и подают бублики репетирующим музыкантам, которые выходят с репетиции из репетиционного зала, а там бабулечка уже вскипятила вам черного или зеленого, вот бублики или вам кофе, вот чашечка чистая. Это очень здорово, когда такое есть. Здорово, трогательно даже. Ну, конечно. А у музыканта-экспериментатора какой чай? Ну, вот, понимаете? Поэтому иногда хочется вот к какому-то порядку, структуре, к чему-то такому прислониться. Но, конечно, всего этого, если бы можно было без всего этого обойтись и играть на сексофоне только фриджаз, ну, к сожалению. Я понимаю, что вы вполне современные мужчины, которые есть в соцсетях, которые используют возможности интернета. У меня есть не отдельная история. Сережа есть. Да, ну, какое-то ностальгическое эхо тех времен музыкальной, бесшебашной молодости вас накрывает когда-нибудь? Ты накрывает? Ну, я свою вторую дочь, Сабину, привозил в Ленинград. И первое, куда мы пошли, это на Рубинштейна 13. Я ей показал, да, вот она залезала по тогда еще каким-то вот этим лестницам, которые были. Вот, да, значит, для нее это было... Ну, она вообще любит рок, она ездит каждый год на нашествия. То есть, она такая девочка. Группа «Пилот», она фанатка, с шарфом желтым ходит. То есть, она... Вот, ну, то есть, питерский рок для нее это... Заметьте, Москва, это, говорит, соперничество. Вот, и я ее привозил, для нее это важно. Ну, и для меня, конечно, я все вспоминал, как рок-н-ролл мертв, а я еще нет. Запевал Борис Гребещиков, и зал вставал, и у людей слезы были там. Это Сайгор. Я тоже вставал, и мы вязали там через 5-5 минут. Приезжай, и с дочерьми все покажу. Да. Летом приеду, ловлю на слове. Окей. Да, ты нас помудешь. Хорошо. Ну что, я думаю, можно завершать наш разговор. Спасибо. Прекрасного вам концерта. Спасибо большое. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»